как мне стать богатым несложный вопрос нужно ответ такой что я умею хорошо делать ну тогда выглядит это так я умею вести хорошо свой блог ну отлично тогда сразу же такой вопрос а вы кто вам сказал что вы хорошо умеете вести свой блог и человек говорит и еще при этом помогая людям но это очень усложняет смотрите стать богатым несложно заказали в китае что-то дешевое нашли это что-то дешевое и что-то всем нужно и продали у себя в своей стране это вам не подходит тогда блок допустим в ю тубе решили снимать что-то что могут люди смотреть и монетизировать этот канал чего не хватает почему не смотрят и тогда хочу вам дать совет смотрите он выглядит следующим образом когда человек что-либо делает он должен знать что до него что-то кто-то делал допустим я хочу записывать музыку эту музыку продавать и делать на этом блок в youtube но до меня это уже делали те люди у которых большое количество подписчиков вы с этим согласны согласно допустим возьмем дуйко он читает блок который посвящен эзотерики у него 3000 видео маленьких и больших которые есть у него на его youtube канале и я являюсь вашим конкурентом потому что вы хотите как дуйко помогать людям и быть конкурентом и вы только начинаете поисковая система она не видит не дуйко не ничего она видит количество комментариев количество лайков количество видео конец смотрите еще раз количество комментариев количество лайков количество видео больше ничего на этом основано то насколько высоко будут показывать или низко будут его показывать после этого вы снимаете видео которое посвящено там эзотерики ли посвящено саморазвитию помощи людям и так далее вам для того чтобы быть конкурентом кого будет он показывать меня первого почему потому что у меня комментариев много лайков к разным видео много и youtube видео тоже очень много таким образом когда вы снимете видео она в каталоге будет далеко внизу таким образом для того чтобы вам становиться тем кого начнут видеть вам необходимо либо платно это делать что он не подходит я так понимаю либо знать что для того чтобы стать таким как я особенность таких людей как я заключается в том что нам со временем надоедает заниматься тем чем мы занимаемся и мы делаем это вяло то есть если раньше я мог записать 100 видео их опубликовать то сейчас у меня на это не хватает я делаю их редко то есть это говорит о том что канал тормозится и это принципе у всех одно и то же происходит после этого выскакивают более молодые которые горят этим и каждый день делаю там 100 шорсов 10 видео один там выход один выход в большой они когда начинают то их никто не видит почему они должны набрать себе критическую массу они должны быть сначала пройти я так предполагаю семь или восемь каких-то уровней то есть уровне такие которых смотрит 100 человек уровне которых иногда смотрит тысячу человек уровне которые смотрят 10000 уровне который смотрит 100000 уровне которые смотрят там 500000 уровне которые смотрят миллион и вот вы доходите до какого-то момента вы находитесь на уровне который стоит смотрят 100 человек не останавливайтесь вас не будут смотреть здесь в начале самое важное ежедневно часто много снимать видео где угодно каких угодно каких хотите помогая не помогая разнообразных почему люди не хотят чтобы им помогали для этого необходимо стать экспертом а для того чтобы стать экспертом необходимо экспертность свою доказать а для того чтобы вот смотрите я тебе хочу помогать не продаж ничего почему а кто ты где твоя экспертность а что такое экспертность вот я хочу допустим как я допустим ну кто гастроэнтеролог я гастроэнтеролог я хочу помогать людям я говорю я гастроэнтеролог петя иванов хочу помогать людям никто не будет смотреть теперь я другой гастроэнтеролог я говорю а вы знаете что существует изофагиальный рефлюкс это такая уникальная болезнь когда человек принимает пищу и эта пища у него в желудке не обретает нужное окисление и в этом участвует поджелудочная железа она выделяет ферменты нижняя часть желудка верхняя часть желудка сфинтеродия сфинтеродия он раскрывается пища забрасывается это называется изофагиальный рефлюк первое видео второе видео ого вы представляете и так далее то есть я рассказываю о том как работают внутренние системы и так далее в этих видео делаю много что я делаю в этих видео я продаю что-нибудь нет тогда что я делаю я доказываю свою экспертность потому что для того чтобы что-либо продать необходимо сначала доказать экспертность второй вариант freak он называется freak второй вариант очень подходит кстати почему он подходит дело в том что количество людей умных очень много а интернет устроен по принципу где много лайков и где много комментариев на этот канал больше пускает он людей почему активность это называется таким образом когда человек допустим себе в губу вкачивает там толщину зажигалки после этого обрывает одну сторону головы и ведет себя развязано используя мат и заикается там сморкается бросает отрыжку делает и так далее при этом рассказывает о чем-либо то многим людям это не нравится они начинают писать да откуда ты вылез да ты не умеешь разговаривать что это такое сколько это может продолжаться и так далее это все создает резонанс то есть резонанс и люди начинают обращать внимание так появились такие люди которые называются там руки базуки этот мальчик который сейчас там этот мальчик который сделал губы огромные рыжий не помню фамилию ну и вот такие фрики они становятся очень популярными потому что глядя на них многие создают я использовал такой метод будучи человеком с высшим медицинским образованием классическим умея хорошо разговаривать на темы здоровья я хотел продвигать темы здоровья при этом я специально работал над текстом таким образом чтобы создавать как можно больше конфликтных и таких наверно необычных моментов допустим называют допустим неправильно органы или показывая каким-либо образом там исковерка и там название и так далее это все вызывало у людей сразу же большое количество возмущения потому что много людей образованных много людей разумных много людей еще каких то то есть список специально писал неправильно название после этого там сотни человек писала да вы неправильно название написали я не торопился его исправлять почему потому что одни говорили неправильно другие говорили это все создавало ссылочную массу это работа через вот такие системы почему главная забота человека который пробует работать их пробуют создатели свой бизнес сделать через помощь другим людям он должен сначала знать что в начале большое количество видео после этого 2 это большое к контента второе это большое количество экспертности то есть о чем угодно главное что вы эксперт как вы ее докажете паспорт свой покажете или диплома высшем образовании так нет сейчас и дипломы и все остальные документы их можно купить сейчас можно купить это уже смешно просто сейчас можно купить дипломы любого образца можно купить были бы деньги можно купить докторские диссертации можно купить там а с тем что сейчас происходит что одни никому не передают информацию других то это можно там запросто делать сегодня можно допустим там человеку из любой страны купить диплом другой страны при этом проверить это там не очень будет легко и тогда ну конечно есть такие дипломы как допустим диплом медицинского института они есть в каталогах можно там их найти и тогда но знаете это тоже нужно заморачиваться искать и тогда но тем не менее если вы будете с дипломом показывать и говорить о гастроэнтеролог там и при приди я тебя полечу не придет никто а если вы как эксперт будете записывать маленькие видео вот смотрите у доктора берга вы спрашивали диплом нет но при этом смотрят сколько доктора белого берга там 100 миллионов подписчиков и при этом используют методы доктора берга да почему подшел он как эксперт выступает ну вот так это все устроено становитесь экспертом говорите о том что вы знаете говорить о тех знаниях которые у вас есть люди будут применять это все после этого начнете помогать в какой-то момент гадайте гадайте просто так люди будут видеть что это совпадает с чем-то после этого приглашайте этих людей чтобы гадали у вас а так люди начинают вот там придите ко мне купить у меня продать им мое и так далее так это никому не интересно потому что они хотят чтобы они хотят либо слушать эксперта либо хотят чтобы хотят просто так что-то слушать или хотят возмущаться и говорит что это все полная ерунда так вот это все устроено поэтому обратить внимание чтобы стать богатым ну вот обращайте на это внимание на то что я сказал а получится не было еще ни одного человека который бы хотел что-либо сделать и у него что-то не получилось я уверен что наше волевое желание и наши компетентности развития этой компетентности